Всем привет. С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим схему подключения УЗИП к однофазной цепи. Как и говорил в прошлом ролике, схема подключения зависит от системы заземления. Схема из этого ролика подходит для системы заземления ТНС и ТТ. Ссылку на видео по системам заземления я оставил в описании. Схему подключения УЗИП для других систем заземления я буду рассматривать в других роликах. Подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Устройство защиты от импульсных перенапряжений или сокращенно УЗИП, это устройство, предназначенное для защиты электрической сети и электрооборудования от перенапряжений, которые могут быть вызваны прямым и косвенным воздействием удара молнии, а также переходными процессами в результате коммутации и неисправностей в электросети. Эти устройства защиты могут еще называться ОПН, ограничитель перенапряжения сети, или ОИН, ограничитель импульсных напряжений. Особенность нашей схемы в том, что системы ТНС и ТТ имеют раздельные провода нейтрали и заземления. В этих системах от удара молнии нужно защищать как фазные проводники, так и нулевой проводник. Сама же шина ПЕ имеет защитные функции, и в нормальном режиме в ней могут быть только токи утечки, которые ничтожно малы. В нашем случае, шина ПЕ также служит, чтобы убрать избыточный заряд молнии в землю. Чтобы это сделать, нам служит такой прибор как УЗИП, устройство защиты от импульсных перенапряжений. Для эффективной работы схемы в системе ТНС необходимо повторное заземление шины ПЕ непосредственно перед домом. УЗИП первого класса ставится энергетиками на входе дома. Мы его рассматривать не будем, так как это ведомство энергетиков и вас это делать вряд ли кто допустит. Да и расчет этих систем дело профессионалов. В ролике будем рассматривать УЗИП второго класса, который устанавливается в квартирных и домовых щитках уже после УЗИП первого класса. Есть также УЗИП третьего класса, которые встроены в удлинители, бытовую аппаратуру. Часто это маломощные варисторы, которые можно найти в блоках питания бытовой аппаратуры. Это дополнительная защита бытовой аппаратуры, ее тоже мы рассматривать не будем. Рассмотрим схему щитка, где есть вводной автомат, электросчетчик, УЗИП, реле напряжения. Щиток имеет одну линию на выходе, которая защищена дифавтоматом. Вы же по аналогии можете сделать щиток с нужным вам количеством линий. Фаза и ноль подключены в одному автомату. Заземляющий провод или защитный ноль ПЕ подключен к заземляющей шине. Система заземления ТТ и ТНС отличается тем, что защитный провод ПЕ в системе ТТ подключен к местному заземляющему контуру, а в системе ТНС этот провод приходит от линии электропередач. Подробнее это описано в ролике про системы заземления. Ссылка есть в описании. С водного автомата фаза и ноль поступает на электросчетчик. А уже с выхода электросчетчика фаза и ноль поступает на соответствующие выводы УЗИП. Они на нем промаркированы. Н, Л и ПЕ. УЗИП в бытовых схемах подключается непосредственно между фазным проводником и шиной ПЕ и между нулевым проводником и шиной ПЕ. Вывод ПЕ подключен к заземляющей шине. Пока напряжение в сети стабильное и меньше номинального напряжения УЗИП, в нашем случае это 385 вольт, то ток через него не проходит и на работу схемы он не влияет. УЗИП встроен мощный варистер, который имеет нелинейную зависимость сопротивления от приложенного напряжения. Как только напряжение на зажимах этого варистера резко повышается выше номинального значения, то его сопротивление также резко уменьшается и фактически высоковольтный импульс он пропускает через себя на землю. При этом напряжение на его зажимах не превышает напряжение, на которое рассчитана изоляция в электроустановках. На УЗИП указано максимальное напряжение в 1,8 кВ, которое может быть на нем в момент пика импульса. Так как ток большой и он может достигать несколько тысяч ампер, то согласно закону Ома, напряжение импульса гасится на самой подводящей линии. Напряжение падения равно ток в линии, умноженное на сопротивление линии. Этот же ток протекает через входной автомат, в котором срабатывает динамическая защита и он отключает подачу электроэнергии в квартиру или дом, защищая при этом бытовые приборы. Важно, чтобы на входе стоял двухполюсный автомат с динамической защитой по каждому полюсу, так как молния может попасть как в нулевой, так и в фазный провод и сверхток может пройти по любому из полюсов. Вот пример двухполюсного автомата, который не нужно ставить, так как динамическая защита стоит только на одном из полюсов. Это видно по схеме, нарисованной на автомате. Лучше бы было бы, чтоб УЗИП стоял между счетчиком и водным автоматом. Тогда меньше шансов, что при ударе молнии сгорит счетчик. Но так как водный автомат и электросчетчик пломбируются, то вряд ли энергосбыт предоставит такую возможность. Поэтому ставим УЗИП после электросчетчика. Ток, который будет идти через УЗИП, зависит от мощности самой молнии, так и от того, насколько далеко от дома она попала в электропроводку. УЗИП может выдержать этот удар и может дальше быть использован, а может и сгореть, защитив наши приборы. При этом зеленая метка в окошке УЗИП сменится красной. Это означает, что данный УЗИП подлежит замене. Можно поменять как весь УЗИП, так и можно поменять только картридж, который можно вынуть и поменять. После УЗИП ставятся остальные приборы. Нулевой проводник транзитом идет на нулевую рейку. Фазный проводник подключен к реле напряжения, которое защищает электрооборудование при относительно небольших скачках напряжения. Тут применено реле напряжения Airbus D2. Более подробно я его описывал в другом ролике. Ссылку найдете в описании. В данном ролике реле напряжения я подключил по трехконтактной схеме. Нулевой вывод реле я подключил к нулевой шине. С выхода реле напряжения фаза распределяется через автоматы по линиям, которые подключены в щиту. В данном примере всего одна линия с одним автоматом. У вас же линий может быть много. Подключаются они как в обычном щите. Так как у меня диф автомат, фаза и ноль на нагрузку идет с автомата, а защитный проводник подключен к шине заземления. Иногда меня спрашивают, нужно ли ставить УЗИП, если уже стоит реле напряжения или стабилизатор. Однозначно нужно. Данные приборы защищают бытовую аппаратуру при колебании напряжения в небольших пределах. Плюс у них недостаточное быстродействие. При ударе молнии они могут сами сгореть, так как для таких перенапряжений они не предназначены. УЗИП будет хорошим дополнением для других приборов защиты. Давайте запустим эту схему. Так провода подключены с этой стороны и так провода подключены с этой стороны. Подключаем питание. Включаем в одной автомат. Реле напряжения диагностирует напряжение в сети. Так как оно в пределах нормы, реле включается. При относительно небольших колебаниях напряжения, у нас нагрузку защищает реле напряжения. Теперь включаем дифф автомат и у нас подключенная лампа загорается. Так как у нас в сети напряжение 222 вольта, а УЗИП у нас с напряжением срабатывания 385 вольт, то он не сказывается на работу схемы. При резком скачке напряжения больше 385 вольт через него и в одной автомат потечет сверхток. В результате УЗИП ограничит напряжение на нагрузке, а в одном автомате сработает динамическая защита и он отключит нагрузку. От утечек и поражения электрическим током у нас защищает электрическую цепь дифф автомат. То есть мы максимально обезопасили нашу электропроводку. Мы также можем продиагностировать работу дифф автомата, нажав кнопку тест. В трехфазных цепях схема похожая, только УЗИП состоит уже из четырех элементов. Дополнительные два элемента подключаются к остальным двум фазам. Я буду признателен, если вы пришлете мне трехфазный УЗИП, тогда я сделаю по нему отдельное видео. На этом все. В следующем видео я буду показывать, как подключить УЗИП к старой двухпроводной схеме электропитания. Подпишитесь на канал, чтобы это видео не пропустить. Свои вопросы и свой опыт по работе с УЗИП оставляйте в комментариях. Ставьте лайк и поделитесь видео с друзьями. До встречи в новых и старых роликах.